Вот сихр, который мы нашли у нашей сестры, у нее один мальчик не ходит. Это же шарлатаны. Он начал читать, говорить, и после начал палкой бить начал. Выдавливать начал что-то. Это проклятие Аллаха на тех, кто ходит. Ты обратился к тому, после которого у тебя аннулируется все, что было хорошее. Этот человек никогда не будет счастливым. И люди идут туда, последнюю свою копейку отдают и садятся перед ними. Это врата в неверии, в куфру. 40 дней Аллах тебя не хочет слышать и видеть. Дорогие мои братья, уважаемые прихожане, уважаемые гости Дома Аллаха. Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие мои братья, делая анализ в нашем городе, среди жителей нашего города, в течение недели, двух недель, можно сказать, решил сегодня посвятить тему, посвятить проповедь на тему сихру колдовства. Вот, общался имамами нашего города, и имамы Джума Мечети, и заместителей мои, которые здесь. Последние недели очень много стало людей, которые обращаются, именно связаны в вопросе порчи, колдовства, сглаз, и особенно лечения этих болезней. Да, на самом деле, как вирус распространяется, сегодня эти вопросы тоже, вопросы колдовства очень сильно распространяются. Но люди не берут это во внимание, люди не относятся должным образом к этому, думают, это просто какой-то грех. Колдовство сихру — это великий грех, который Всевышний Аллах в Куране упомянул. Это врата в неверии, в куфру. Наши религии категорически отвергают всю эту мерзость. Так как человек, который совершает сихр, делает это все, он впадает в неверие. Потому что верующий человек, му'мин, он не способен делать сихру другому. И Аллаху Джалла Джалалуху в Куране объяснил нам и дает понять, что шайтан вовлекает человека и мысли, чтобы и шайтаны обучили людей тоже к этому сихру. Бисмиллахи ррахману ррахим. Всевышний Аллах говорит в Куране Шайтаны впали в куфру неверии, потому что они обучали людей этому колдовству, сихру. И человек, который занимается этим, этот человек никогда не будет счастливым. И Аллах в Куране про этого человека тоже сказал, «И откуда бы ни пришел колдон, он не преуспеет», говорит Всевышний Аллах. Как бы он ни пытался, что бы он ни сделал, какие бы деньги ни заработал он, принимая людей, счастье не светит ему ни в этом дунеле, ни в Ахирате, потому что все вернется на него, это все, что он делал. Потому что он совершает зульму, притеснение, притесняет людей. И наши люди, особенно женщины, часто обращаются, когда дома какой-то бытовой конфликт с мужем, или с детьми, или дети не слушаются, первые мысли они спрашивают, вот такая ссора дома, вот это происходит, бараката нету, заработок не получается, где-то в убыток попали, что сделать, к кому обратиться. И тут же находятся для них хорошие советчики, соседка, родственница, которая сказала, вот там где-то есть такая-то женщина, которая что-то читает, что-то делает, или она предсказывает будущее, что будет с тобой, с твоими детьми. И люди идут туда, последнюю свою копейку отдают, и садятся перед ними, и слушают их, и стараются выполнять все, что они им говорят. Это же преступление. Посланник Аллаха, саллиллаху алейху ассаляма, в хадисе говорит, который передает имам Муслим, если человек придет к прорицателю, спросит о чем-нибудь, и поверит в сказанное им, то его молитва не будет принята в течение сорока дней. Сорок дней Аллах тебя не хочет слышать и видеть. Сорок дней твои молитвы Аллах не принимает, если ты просто пошел и поверил, то, что этот прорицатель тебе говорит. А более того, что еще хуже, в другом хадисе посланник Аллаха говорит, саллиллаху алейху ассаляма, не из нас тот, кто считает что-либо дурной приметой или верит в них, тот, кто занимается предсказаниями или слушает их, и тот, кто колдует или прибегает к помощи колдовства, они говорят, не из моей умы. Пришедший же к предсказателю и поверивший сказанное то, что сказали им эти гадалки, проявил тем самым неверие в то, что было неспослано Мухаммаду, саллиллаху алейху ассаляма. Потому что сегодня Аллах в Коране и в сонне посланника Аллаха они оставили нам, посланник Аллаха оставил, как нам лечиться правильно, как нам вылечиваться от сихру, от колдовства, от сглаза. И раньше, если, вот я наблюдал в социальных сетях, когда собирал информацию, вот мы все с вами знаем, вот Авито, мы раньше всегда заходили, искали там машину для себя, кто-то искал транспорт, кто-то где-то там дом продается, сегодня услуги предлагают гадалки и прорицатели. 500 рублей, 1000 рублей начинается ставка, просто тебе рассказать, что у тебя есть, чем ты болеешь. Дальше ставка выше и выше, если ты хочешь что-то убрать от себя, или если ты хочешь кому-то заказать эту сихру порчу, и дальше еще больше ставки увеличиваются. очереди к этим людям, очереди. К ним ходят мусульмане, которые намаз совершают, пост соблюдают, верят, что они могут им чем-то помочь. это проклятие Аллаха на тех, кто ходит, на того, кто делает это. Близко нельзя подходить к этим вещам. И с другой стороны, мы с чем сталкиваемся? Мы призываем, чтобы лечились люди согласно Корану и Сунне. Мы говорим об этом. Но сегодня это настолько большой спрос среди народа, среди людей, что люди не успевают. Те, которые лечатся тоже, согласно Корану и Сунне, лечат людей, у них тоже бывают большие очереди. Вот к нам пришли мать с дочкой, мать рассказывает, вот моя дочка, вот здесь в городе у нас был случай, пошли кому-то там на квартиру, он у себя принимает людей таких, якобы лечит по Сунне, читает Коран и так далее, что-то пить дает. Ей было плохо, недомогание было, ночью не могла спать, плохо себя чувствовала, какие-то страхи были. Он начал читать, говорить, и после начал палкой бить начал, выдавливать начал что-то. Это тебе чужой человек, запретен для тебя, чтобы ты трогал. Берут, нажимают, трогают чужих женщин. Кто тебе дал право? Всевышний Аллах запретил так поступать. А называя себя лекарами Корана, что они обучают согласно Сунне, берут те методы, которые абсолютно не подходят, начинают калечить людей, а не лечат. Пришли и жалуются, еще хуже стало, говорит, дочки. А что вы хотели? Эти же шарлатаны, которые выдают себя за ученых, за лекарев. Сегодня очень опасно к таким людям ходить. Они могут вашу ситуацию усугубить, еще хуже сделать. Поэтому, дорогие мои братья, прежде чем пойти таким людям, тысячи раз убедитесь, проверьте, доверенные люди, не просто твоя соседка или там родственница, которой ты доверяешь, они не знают положение этих людей. Нужно знающим людям подойти и спросить, куда нам обратиться. Иначе у вас проблемы еще больше будут. Эти люди все, что у вас есть в кармане, тоже заберут. Еще вам будут предлагать разные другие сеансы, чтобы приходили, оплачивали им. Но проблемы у вас увеличатся. Поэтому, дорогие мои братья, очень нужно осторожно быть в этом плане. Вот имам Аз-Захаби, рахматуллаху алейхи, его слова есть такие очень удивительные. Он говорит, ты увидишь множество невежд, которые идут к колдунам и думают, что это просто запрет и даже не чувствуют, что это неверие в куфр. Они заходят, чтобы рассказали будущее и объяснили им, что делать, и в то же время это является неверием. Часто люди обращаются к колдунам, чтобы влюбить в себя кого-либо. Это тоже является колдовством. Всякие приговоры, всякие привороты или отвороты определенными заклинаниями являются многобужьим и заблуждением. Пишет в книге Аль-Кабаир имам Аз-Захаби. Поэтому это не просто запрет, это то, ты можешь, вот порог, ты можешь выйти из своей религии. Все, что ты годами соблюдал, ибадат, отдавал садака, если ты хадж совершил, совершал молитвы, посты соблюдал, все у тебя идет напрасно. Ты обратился к тому, после которого у тебя аннулируется все, что было хорошее. И Аллах не прощает это неверие, это куфр. Поэтому, дорогие мои братья, призывайте своих сестер, жен, матерей, чтобы они не ходили таким людям, потому что среди женщин это очень сильно распространено. Порой женщина не говорит мужу, что он может сказать, не надо, не иди, и так далее. Они думают, мы тайно, скрыто сделаем, это нормально будет. Да не будет ничего нормального. Поэтому контролируйте, смотрите, чтобы они не ходили, рассказывайте об этом. исцеление по Кур'ану, как нужно исцеляться, об этом тоже нам Всевышний Аллах рассказал в Кур'ане. Бисмиллахи рахмани рахим. Всевышний Аллах говорит, мы не посылаем в корене то, что является исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам он не прибавляет ничего, кроме убытка. Поэтому Аллах в Кур'ане не спасал то, что будет лечением для нас. сахабы лечения тоже для этого. Они когда это читали, Аллах им даровал исцеление. Они были людьми такого имана. Когда у нас нет этого имана, и болезни много стало среди нас, и каждым днем оно увеличивается. поэтому дорогие мои братья, мы в течение полугода долгое время можно сказать искали такого специалиста. У нас в городе я не знаю таких людей, кто есть, который может согласно Кур'ану и Сонне. Если есть, пускай придут, мы с ними обговорим, мы дадим возможность, чтобы они тоже официально могли работать. Но мы нашли человека, который и в Махачкале работал, доступный человек, человека, которого мы знаем, откуда он, чем он занимался, как учился и как принимает. И все методы согласно по Кур'ану и Сонне посланника Аллаха алейсалям. Буквально позавчера мы собирали совет имамов города, наши уважаемые имамы Кальмулах имам Фатху Ислама и все имамы решили тому, такому мнению пришли, что нам необходимо открыть центр лечением Корана по Сонне пророка в нашем городе. И очень много вещей мы обсуждали, но вначале скажу, мы это пока запускаем от мечети воингородка, если точно адрес тоже сказать, это кирпичное шоссе 27, мечеть воингородка, мы все космичане так знаем, в цокольном или нулевом этаже, можно сказать, там помещение есть, подготовлено, и иншаллах начиная уже завтра наш лекарь будет принимать людей. И мы во всех мечетях повесим и номер, и график мужчин, и женщин, и дети, когда они будут ходить, для них программу тоже мы иншаллах сделаем, и вы об этом узнаете, и в социальных сетях тоже мы выложим это все. И еще раз просьба ко всем, чтобы мы очень были будительны, очень были осторожны, потому что наше с вами время, это непростое, очень тяжелое время. До меня дошли такие хабары, когда я интересовался, разные люди, которые так лечат, один сказал, назвал определенную сумму, они много мест ездили, одного молодого парня не могли лечить, я это не знаю, у нас в республике это было в другом, в другой республике, вот, многих мест, они многих ученых, разных людей посмотрели, проверили, они читали, никак себя не приходил, то есть улучшения не было. Один сказал, я возьму за него, я сделаю ему лечение, и назвал определенную сумму, после он начал читать, что-то ему давать, и покончился, то есть умер человек, и некоторые сегодня люди слишком смелые, они думают, мы можем лечить, они не могут ничего делать, исцеляющий только Всевышний Аллах, только Аллаху дают исцеление, а эти люди, они всего лишь причина, они могут читать, они могут вам подсказывать, но исцеление они не дают, поэтому если мы даже идем к таким людям, в первую очередь нужно сделать намерение, о Аллах, ты исцеляющий, дарующий исцеление, он тот, который дал нам жизнь, и заберет у нас эту жизнь, он тот, который дал нам эту болезнь, он и заберет эту болезнь, поэтому в первую очередь обратившись к нему искренне, потом мы идем, чтобы это стало для нас лечением, тогда иншаллах и польза будет. Просим Аллаха в нашем деле, во всем, что мы совершаем и соблюдаем. Иншаллах, я надеюсь, этот центр для нас дальше и больше станет центром на самом деле лечения наших больных, наших людей, кому тяжело, кто не может уже несколько лет находить в себе спокойствие. Амин, Аллахума, Амин.